Девочка-пай 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 Война, я могу быть ранен, могу быть убит, поэтому все, что происходило и все, что произошло, нужно было принимать так, как оно и есть и более того. А сейчас готовы возвратиться назад, когда уже после научения реабилитации? Конечно. Ну, я же, во-первых, я же шел не по призыву, а как доброволец. Я же понимаю, что есть чего-то начало и должно быть логическое завершение того, что уже начало. И плюс у меня подписан контракт с национальной гвардией, то есть он должен быть, ну, как бы, прийти срок его начала, должен быть завершен. Я должен был его выполнить. Ну, мы должны победить в любом случае. Как разные относятся к тому, что вы пошли добровольцам? Ну, они, конечно, не очень были рады тем, что, ну, что я пошел добровольцам воевать, но я же еще, как бы, человек, рожденный в Советском Союзе. Я просто жене сказал, говорю, ну, почему ты идешь? Я говорю, ну, ты же фильм добровольца видела, там, как сказано, потому что мы лучшие, потому что туда и пошел. Ну, и приличный пример детям, то есть у меня взрослые дети, то есть дочка, она заканчивает четвертый курс медучилища, то есть, опять же, если бы медики же во время войны все военнообязаны, вот, и если бы было такое уже вторжение России, уже полное вторжение, то она пошла воевать, была бы призвана, и что ж, папа будет дома на диване лежать? Нет. Ну, и плюс у меня второй сын, которому 14 лет, ну, тоже на примере, кого должен сын воспитываться, только на примере своего отца. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Ну, вы в батальониде, так просто? Да, я из батальониде, так просто. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок У нас есть все отделение разделено по таким постам, и в каждом посте есть два поста, и сразу два поста мы развести, если пациентов из Украины тоже есть, сразу мы сюда концентрируемся в докторов и начинаем всю инициальную обработку информации. Ну еще раз раз попрощались. Ну тут, как видите, у нас... Ну здравствуй. Да ну, уже належался, два с половиной часа перелета лежал. А разве мельхи, значит, вылечат сто процентов? Да, конечно, я на другой не надеюсь. Я же как приехал в Никополь, тут сразу на Днепропетровск, я нигде не близкий альбом не врал, ну как бы, ну с сыном схожусь, он дадут до леса. Ничего, все нормально. Слава Украине. Слава Украине. Мы в критическом состоянии, тогда сразу решаем, когда он уходит или на пардіологию, или в реанимации, или в операционный зал, что я распределяюсь. Вот здесь это первое, все, что мы со скорой помощи получаем. Пользуя случаями, я просто хочу сказать вашему народу, вашему, спасибо, за то, что вы делаете для нас. Иван Решетник пішов воювати добровольно. Під час бойових дій отримав тяжку травму спини. Вітчизняні лікарі допомогти не можуть, немає технічних можливостей. Погодилися допомогти латвійські спеціалісти. Пообіцяли, що додому Іван повернеться на своих ногах. Мене позвоночник задеєт. Мене на стену спинной мозк. Я благодарен, що додіюся хоча б так. Добрый день. Добрый день. Ну вот видите, я вам обещал, що я вашого мужа заберу. Не, не, я вам сказав, що зараз ми решаємо вопрос не в течіні неділи. І прошло не всього-навсього там, ну скільки? Дві-три неділи прошло. Самоліт вже тут. Ну і я вже у нього в палаті, зараз його готовять на відправку. І сьогодні після об'єдна ми самолітом вилетаємо прямо на Дніпропетровській. Він улыбається, настроєння хороше. Так що сьогодні веч... Ну, нічого страшного, ми встречаємо його, наші врачи, його вистраєють в больниці Мечникова. Ну, а як же, конечно, ми будемо нею заботиться. Наші врачи, ви ж знаєте. Нет, ну я думаю, що це ваше желання приїхати к нему или нету. Я вас не можу заставлять. Ну, я думаю, що муж буде рад вас видіти, як ви приїдете. Ну, не сьогодні, а завтра, послезавтра, коли у вас буде можливість. Так що він вже готовиться. Да, ми все зробимо, так що не волнуйтесь, все буде нормально. Давайте, тогда ви приїдете, наберете, ми ще з вами встретимося в Дніпропетровській. Все, спасибо, да, до свидання. Да, до свидання. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, видите, она благодарна, так що все нормально. Спасибо. Вот. Ну, а як ваше настроєння? Отлично. Ну, от видите, раз боєвоє настроєння, радий, що дому йлетєте? Готов знову взяти автомат в груди і топи. Ось так, то є, зразу в бой можна? Вона за мене ухаживала тут. Дніпро, я дому. Правильно. Дніпро, я дому. Дніпро, як за мене можуть вдома плохо ухажувати. Так що ми вас ждемо на борту. С вами зустрічається там. Тому що він дуже хоче в Україну. Вона ще не хоче зі своїми близькими повстрічатися. Дніпро, я зрозумію, що там неувязка вийшла з женою, тому що фонд був готовий оплатити поїздку жіне сюди, щоб вона научилась, як ухажувати за Іваном. Тому що це ж бача спеціфіка, він спинальний пацієнт, треба це все вміти. Ви знаєте, я зрозумію, що їй сначала не допомогли, потім вона вже що-то не допоніла. Ну, в общем, плохо сталося з цією. Я б дуже була рада, якби Іван, якби вона научилася за Іваном ухажувати, це б дуже добре було і морально, і физически, і медицинсько. Яна Стрелеца. 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 Це українська фамилия Стрелець, яка перетерпила русифікацію і потім латышифікацію. Спасибо. Председатель фонда для підтримки постраждавших в українському конфликцію. Я скажу так, як ви себе відчуваєте і коли вже дознаєте на ноги і будете живчіком? Віддоравливайте. Спасибо вам! Выздоравливайте! Продолжение следует...